Вот так концертный хор «Надежда» под управлением почетного работника общего образования Российской Федерации Татьяны Лавровой открыл отчетный концерт Щелковской детской музыкальной школы. Искренняя любовь к музыке объединила участников и гостей концерта, который состоялся в районном культурном комплексе. С этим праздником творчества поздравила всех присутствующих глава Щелковского муниципального района Надежда Суровцева. Мне хочется в этот день всех вас поздравить с праздником, ну а, конечно, школе, нашей замечательной школе, пожелать по цветам. Сказать огромное спасибо преподавателю, которые растят таланты. Отчетный концерт – это добрая традиция. В нем участвуют все отделения школы и, конечно, в программе только лучшие номера. Так со сцены звучали произведения великих русских и зарубежных композиторов, таких как Рахманинов, Шопен, Вивальди и многих других, а также музыка советских лет, народные мотивы и современные кавер-версии. Учащиеся преподаватели музыкальной школы в очередной раз демонстрировали слушателям свои умения, мастерски исполняя сложные музыкальные произведения. Эмоции – это то, за чем приходит каждый из нас на любой концерт. Но мало кто догадывается, что закулисье – это то самое место, где рождаются эмоции, которые исполнитель передает слушателям посредством уникального языка музыки. Перед выходом на сцену артисты испытывают особое волнение, ведь мало просто не ошибиться, важно разгадать и передать смысл. Донести до слушателя то, что композитор словно художник изобразил на нотном стане, при этом сделать это по-особенному, по-своему неповторимо. С этой задачей музыканты отлично справились, доказательство тому – бурные овации благодарного зрителя. Так на бист прозвучал испанский народный танец в исполнении ансамбля гитаристов под управлением заслуженного работника культуры Российской Федерации, директора музыкальной школы Алексея Шмелева. Эти концерты всегда собирают массу, массу, большую массу народа. Практически весь город Щелково сегодня по Дворце культуры. И вот такие маленькие ребята показывают свое большое, я сказал, в их возрасте искусство. Бурными аплодисментами встречали зрители концертных хор «Славия». В этом году он отметил свой 20-летний юбилей и является одним из ведущих хоровых коллективов России. Одно из гениальных произведений Фредерика Шопена «Экспромт фантазию» блистательно исполнила Светлана Голубева. Светлана – лауреат премии президента Российской Федерации и неоднократный лауреат международных конкурсов. Работа над произведением – настоящий творческий, увлекательный и в то же время сложный процесс, требующий уделения особого внимания деталям. Валерия Аксенова к подготовке к концерту отнеслась очень серьезно. Прелюдию до диез минор Великого Рахманинов, Валерия и ее преподаватель, почетный работник общего образования Ольга Шмелева, готовили специально для выступления на отчетном концерте. Все эти месяца, начиная с осени, я готовилась исключительно для того, чтобы попасть на этот концерт. Работа была сложная, долгая. Много раз мы переделывали что-то по-новому, когда-то медленнее, когда-то наоборот быстрее. Отчетный концерт – настоящее событие года. К нему учащиеся и преподаватели готовились очень долго. Сложно выделить кого-то из исполнителей. Все они – настоящие фанаты своего дела. Ярким получился финал концерта. Совместное творчество оркестра тембровых гармоник и сводного хора вызвало настоящий восторг. Музыка во все времена имела огромную силу. Постоянная и многоликая, русская и зарубежная, тихая и волнующая. Она такая разная, но всегда находит ключ к сердцу каждого. Анна Балиет, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».